Добрый день! Вас приветствует лидерская компания Приходько и партнеры. Сегодня хотелось бы поговорить об инспекционных посещениях и права работников. Как известно, с 5 октября 2018 года стартовала компания ГОСТРУДА, Государственная фискальная служба Украина, Пенсионная фонда Украины, Нацполиции и других центральных органов исполнительной власти и местного соуправления. Только вот под прицел могут попасть и добросовестные работодатели. Контролирующие органы в это время обязаны провести информационно-разъяснительную кампанию о запланированных проверочных мероприятиях и недопустимости допуска к работе наемных работников без оформления трудовых отношений. Такие меры предусмотрены распоряжением 649 от 5 сентября 2018 года Кабинетом из министров Украины о мерах, направленных на детонизацию отношений в сфере занятости населения. Комплексные проверки месяцем не ограничатся, ведь распоряжение обязует указанные органы ежемесячно отчитываться Кабинетом министров Украины через ГОСТРУДА и Минсоцполитики, то есть вероятность прихода трудовых инспекторов значительно увеличится. Порядок осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства о труде утвержденным постановлением Кабинета министров Украины номер 295 от 26 апреля 2016 года позволяет трудовым инспекторам наедине или в присутствии свидетеля задавать руководителю или работникам объекта посещение вопросов, касающихся законодательства о труде, получать указанные вопросы, устные или письменные объяснения. Получать рабочее место с возможностью введения конфиденциального разговора с работниками относительно предмета инспекционного посещения. При этом требование инспектора труда о предоставлении объектам посещения для ознакомления документов или их копий или выписок из документов, объяснений доступа в помещение, организации рабочего места, внесенных в пределах полномочий является обязательным для исполнения. Фиксировать проведение инспекционного посещения по вопросам выявления неоформленных трудовых отношений, средствами аудио, видео и фотосъемки. Трудовые инспекторы имеют право задавать работникам вопросы, уединяться с ними, снимать все это и консультировать на свое усмотрение. Но консультирование все-таки не то, что сейчас интересует, ведь негативные последствия для работодателя оно принести не должно. Обязанности работников не входит в общение с проверяющими, не какое-то временно проинспектировать своих сотрудников на предмет того, что они должны знать. Также трудовые инспекторы вправе фиксировать проведение инспекционного посещения средствами аудио, фото и видеотехники. Работник вправе отказаться от того, чтобы его снимали. Такое право ему дает статья 307 Гражданского кодекса Украины, которая устанавливает, что физлицо может быть снято на фото, кино, теле или видеопленку только с его согласия. К согласию лица на съемку допускается, если съемки проводятся открыто на улице, на собраниях, конференциях, митингах и других мероприятиях публичного характера. Право инспекторов на проведение съемки закреплено пунктом 11 порядка 295, а этот документ законом не является. Иногда требования трудового законодательства не знают не то, что работники, но и сами работодатели, допуская нарушения о том, какие из них являются наиболее тяжкими, а того и штрафоопасными. Больше всего интересуют проверяющих и о чем они с наибольшей вероятностью могут спросить это должность сотрудника, перечень трудовых обязанностей, размер заработной платы, а подробнее составляющих выплат работников и начисления ЕСФ, удержания ДФЛ и военного сбора про союзных взносов при наличии придется отчитываться уже бухгалтерам. Выявление факта выплаты работникам легально, а часть в конверте может стать поводом для наложения штрафа в размере 30 минимальных зарплат. Данные такого опроса могут заставить всплыть на поверхность факты несоблюдения работодателям минимальных государственных гарантий по плате труда, которые чреваты наложением штрафа в размере 10 минимальных зарплат. Еще трудовые инспекторы могут поинтересоваться своей рейтинностью и периодичностью выплаты заработной платы. Эти данные нужны им для обнаружения фактов выплат с задержкой более месяца, для которых есть штраф в размере 3 минимальных зарплат. Оформление работников на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полного рабочего времени. Такое нарушение весит 30 размеров минимальных зарплат, действующий на момент обнаружение нарушений. Если у вас возникнут вопросы по правильности оформления трудовых отношений с работниками, то обращайтесь по номеру, который указан на экране. Субтитры сделал DimaTorzok